Добрый день! Как Армянско-Апостольская Церковь относится к йоге? Считается ли грехом заниматься йогой, если рассматривать ее как элемент здорового образа жизни, при этом оставаясь в лоне Армянско-Апостольской Церкви? Где проходит грань? Спасибо! Здравствуйте! Йога многим представляется как разновидность физических упражнений, способ релаксации и психотерапии. Но это не так. Упражнения йоги входят в структуру индуизма и являются этапами более широкого и общего духовного восхождения. Их конечная цель – нечто большее, чем просто хорошее физическое самочувствие. То, что предшествует и что следует за упражнениями йоги, и о чем многие люди даже не подозревают, тесно связаны с системами медитации, философско-религиозными теориями и аксиомами индуизма, главным образом с учением о реинкарнации. Ведь, например, и коленопреклонения в христианство не являются простыми телодвижениями, а связаны с более глубокими процессами и выражают определенный настрой и состояние души, стремящийся к духовным целям. Точно так же и упражнения йоги связаны с индуистскими верованиями и являются духовным религиозным опытом. Поэтому человек, занимающийся йогой даже только ради телесного здоровья, уже подготавливает себя к определенным духовным воззрениям и даже переживаниям, о которых он, несомненно, и не догадывается. Нам могут возразить, что можно использовать хатха-йогу для укрепления здоровья, а всю мистическую часть отбросить. На практике это неосуществимо. Сам подход, вся теоретическая часть хатха-йоги, которая объясняет механизм работы ассан, основана на мистических откровениях йогов. Все виды йоги, а их несколько, исходят из одного общего принципа, утверждающего, что человек в состоянии сам, самостоятельно, ценой только личных усилий, достичь единства с абсолютом. Это входит в фундаментальное противоречие с христианской идеей спасения по благодати, спасения ценой искупления Господа нашего Иисуса Христа. В целом, йога предлагает человеку ложный путь самосовершенствования, путь, на который увлек дьявол первых людей, соблазнив их возможностью самим стать как боги, знающие добро и зло. Церковь предостерегает своих чад о многих опасностях для их души при занятиях даже лишь физическими упражнениями йоги. На наш взгляд, людям, стремящимся к поддержанию здоровья, можно порекомендовать другие методы его достижения, например, любой спорт. По крайней мере, при занятиях спортом вероятность того, что к вам нежданно явится шива, будет намного меньше, чем при занятиях хатха-йогой.